В этот день Одинцовский краеведческий музей превратился в самый настоящий дом петуха. Многие ожидали с нескрываемым нетерпением открытия именно этой выставки. Ведь петух это проницательная, упорная, отважная и храбрая птица. Мы говорим о том, что такой петух, представляете себе, часовые пояса. В каждом поясе петух все равно будет всех с восходом солнца. Вот вопрос задаемся, если с Дальнего Востока в Москву привезти петуха, он собьется с ритма? Нет, он чувствует подъем солнца. И он все равно будет исполнять свой гимн восходящему солнцу. Согласно народным верованиям, славян петух – вещая птица, способная противостоять нечистой силе и в то же время наделяемая демоническими свойствами. К тому же это еще и очень красивое существо. В этом могли убедиться гости. Их встречали при входе в музей живые декоративные петухи. Эта порода – павловские золотистые. Они больше выглядят эстетично и по яйценоскости. Есть карликовые кокингхины. Эту птицу выводили и как декоративная. Но есть такое, что эту породу выводили из-за того, что было мало места на участках. Коллекция уникальна тем, что здесь представлено около тысячи экспонатов из более чем 80 стран мира – Греции, Литвы, Вьетнама, Бельгии. Фигурки выполнены из керамики, дерева, стекла, металла, пуха и других материалов. А любителем петухов и коллекционером является заслуженный врач России Алексей Полунин. К сожалению, на самом открытии он присутствовать не смог. Его друзья и коллеги уверены, что такие выставки проводить важно. Выставка петухов, казалось бы, в лучшем случае это декоративно-прикладное искусство. Но вот своим разнообразием, обилием форм, красок, эти фигурки способны вызвать, особенно в детях, какой-то живой интерес вообще к миру. Начало коллекционирования, как ни странно, было связано еще и с восточным гороскопом. Алексей Полунин увлекся собирательством, серьезно и надолго проведя некоторые параллели. Хозяин этой коллекции, заслуженный врач Российской Федерации Алексей Андреевич Полунин, он одногодок нашего города, то есть тоже родился в 57-м году, тоже в год петуха, и, собственно, это его сподвигло собирать эту коллекцию в свое время. На открытии экспозиции присутствовали особенные гости – дети с ограниченными возможностями здоровья. Посетители выставки могли принять участие в увлекательных мастер-классах, викторинах и шарадах. Такие развлечения никого не оставили равнодушными. Такое невероятное количество петухов, всяких кур, разные страны представлены. Ну, всем советую сюда прийти и посмотреть. Получите хорошее настроение, удовольствие. Сегодня мы сделали оригами петушков прикольных, и сегодня я увидела новые виды петухов. Да, очень прикольные, разные. Продлится выставка в историко-краеведческом музее до конца этого года. По восточному календарю – года красного огненного петуха. Насладиться разнообразием уникальных статуэток может любой желающий бесплатно. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания Денцова.